Да, в этом году большой вред экологии, фауне нанесли мы, аграрии. И все, главное, что обидно, что в пределах регламента. Ну или регламенты такие, или мы такие нерадивые. Ну, например, в нашем хозяйстве мы применяли только гранулированные приманки. Они красного цвета, они отпугивают птицу, нету отравления ни зайцев. А я сам охотник, видел своими глазами, сколько зайцев валялось на соседних полях. Голуби по посадкам все попередохли, куропатки вообще исчезли и фазаны. Просто слоями, это просто беда. Значит, ну, какие выходы из этой ситуации? Понятно, что уйти от зерновых приманок. Да, это сложно, да, это вроде бы как-то не в регламенте. Но на мое суждение, хотя бы дифференцировать прибрежные полосы, какие-то там участки, работать гранулами, пока на данный момент это немножко дороже. Поэтому вот у меня будет все-таки такое конкретное предложение по применению гранулированных препаратов. Я думаю, что здесь надо пойти двумя путями. Первый путь – это какие-то ввести существенные дотации на именно вот эти вот экологичные препараты для работы с мышами. Ну, на министерском уровне. И второй путь, я думаю, касается промышленников. Но они должны, например, изобрести для нас какие-то бытовые, ну, не бытовые, доступные для покупки фермерами грануляторов. Ну, это должна быть какая-то сухая грануляция, плюс рецептура, чтобы мы по доступной цене сами могли это зерно гранулировать, окрашивать, и тогда экология, кажется, страдать не будет. Ну, еще один такой козырь в рукаве. В этом году мы испытали применение жидких препаратов на основе сальмонеллы опрыскивателем. Да, это новая тема, вроде бы как что-то такое неестественное. Значит, что я могу сказать? Это не панацея, это не стопроцентный эффект. Ну, почему мы, например, не делаем на этот прием стопроцентную, как говорится, ставку? Потому что любой биопрепарат у животных возникает устойчивость. Кто-то остается живой, и когда идет сильное нарастание популяции, эти кто-то более устойчивые к биопрепарату, потом все равно нам наносят вред. Но как встречный план? То есть, например, обработать большую площадь, сразу, например, раскладывая вручную приманку, практически невозможно. Все пошли на этот варварский способ разбрасывания сейлками разбрасывателями. Это вообще бедная природа. Поэтому пойти навстречу. То есть, с одной стороны идут люди с раскладкой гранул, с другой стороны заходят биопрепараты при спектре. Что мы наблюдали? Ну, во-первых, активность у мышевидных грызунов сразу снижается. Нет нарастания кулиги, нет затаскивания свежей листовой массы в норке. То есть, мыша болеет. Да, мы не найдем снаружи дохлых мышей, потому что от сальмонеллы брюшного тифа у него повышается температура, она прячется в норке, дрожит там, сдохло-не сдохло, ее не видно. Но нарастание вредоносности заметно снижается. И особенно, когда я буду рассматривать рапс, на рапсе это актуально вдвойне, потому что пшеница, она еще как-то отрастает после того, как мышь ее подкосила. Рапс, если семя дольку съела, все, кулига пустая. Обработать одновременно всю площадь невозможно. И когда мы, например, работаем по падалице рапса, ну это же благодатное дело. Отравить мышу не на рапсе, а на падалице пшеницы. Пока подействуют грамидициды, пшеница еще будет неделю зеленая, сочная и заряженная этими препаратами. И будет хороший эффект. Единственное, два условия применения вот этих вот сальмонелл. Они есть жидкие, есть гранулированные. Жидкая сальмонелла, это 2 литра на гектар. Ну, тут же, конечно, надо соблюдать условия. В вечернее время или в пасмурный день. Это первое условие. И второе условие, чтобы хотя бы в течение недели не было дождя. Потому что препарат смывается. Хороший эффект дает добавление силиконовых прилипателей. Этот эффект улучшается. И мне хотелось бы еще обратить внимание на то, что с мышами надо работать профилактически. Не когда уже поле все в пятнах. А работать превентивно, по черной земле. Начинать с обочин, с посадок, с резервации. Когда и растут гранулы, там полкилограмма, килограмм на гектар небольшой. Ну, не когда уже полыхает пожар, когда уже повывало кулиги. То есть, мы начинали работать по обочинам, по посадкам. Потом по черной земле. То есть, мы знаем предшественники, на которых всегда мышей много. Свекла, подсолнечник. На паханом полупаре там их не найдешь, мышей. Поэтому там только обочина. А такие предшественники в первую очередь. Превентивно. До того, как они успели навредить. И тогда, как говорится, результат будет налицо. Спасибо. Есть вопросы к Олегу Юрьевичу? Нет? Да, у меня есть. Жидкие препараты где проводят сальмонеллы? Значит, ну, наработка Илушкина. У них, по-моему, завод в Абинске находится. Ну, дилеры по продаже этих препаратов. Это Югрос в Краснодарском крае у нас. Цена, по-моему, на жидки 160 рублей. Его 2 литра на гектар. Но у них есть капсулированная сальмонелла. Это ноу-хау. То есть споры заложены в капсулу, которая уже к ультрафиолету более устойчива. Ее норма внесения там вообще 100 грамм на гектар. Ну, стоит, конечно, тоже 6 тысяч на одном килограмме. У Тимашевки, у Биотехара, у них готовые приманки на основе сальмонеллы. Это каша. Ну, хороший способ имеет распространение этого препарата, этой каши сальмонеллой, зеброй. То есть, например, идут люди, там 4 человека идут с гранулами, а один с кашей. И вот такое, получается, наложение двух препаратов, эффект имеет более положительный, чем, например, чисто обработать биопрепаратом. И еще вопрос. Человеку не опасно? Ну, это бывший тип узконаправленная такая бактерия, которая для людей безвредна, считается. И для животных, кстати, тоже. То есть, никакая фауна, кроме мышевидных грызунов, на этот препарат не реагирует. Рапса у нас в прошлом году была урожайной 47 сейтнеров с площади 700 гектар. В этом году у нас на 1000 гектар очень хорошее состояние, очень хорошее состояние рапса по развитию. Ну, для того, чтобы получить такое состояние рапса, наверное, слышали, есть такое правило трех восьмерок. Ну, это надо, чтобы осенью рапс развился до 8 листьев, имел 8 мм толщину прикорневой шейки и 8 мм высота почки, не больше. Тогда у него более высокие условия перезимовки. Что для этого нужно? Технологии для подготовки почвы по драпсу могут быть самыми разными. Главное – получить хорошие дружные всходы. Можно рассматривать и классическую систему земледелия – это отвальная вспашка. Но это должна быть вспашка, когда, например, разделочные диски догоняют плух и ждут, пока он напашет новое. Не разделывать, не дисковать поле через неделю, пока там все позасохнет, а моментально. Как только плух уезжает с поля, должны на поле зайти катки, прикатать, упаковать, сохранять влагу. Например, в прошлом году, во время уже окончания веетасы пшеницы, пшеница уже пожелтела, у нас выпало порядка больше 30 мм осадков. То есть мы влагу должны были тут же сохранить. Если бы мы сделали плохую обработку почвы, то эта влага была просто потеряна. Значит, минимализация обработки – это более, как говорится, влагонакопляющие технологии. Ну, ноль – это, конечно, для Рапсона, она все-таки не тот вариант, хотя если использовать пропашную силку с диском вееттер, можно его и рассматривать. То есть на основной подготовке почвы это надо соблюдать главный принцип – влагонакопление. Есть люди, которые там сеют Рапс на авось. Вдруг пройдет дождь, и потом, говорится, получим сходы. Бывали годы, что такие посевы просто не получались. Поэтому у нас принцип такой. Если промоченный пахотный горизонт, ну, там 30, лучше 40 см почвы, тогда можно только начинать вести разговор о посеве Рапса. Да, поле должно быть упакованное, то поле должно быть выровненное, проведена борьба с падалицей, но окончательный результат по решению посева на этом поле можно делать только по накоплению влаги. На таком поле даже незначительный дождь может гарантировать дружные всходы. А это самое главное для хорошего развития. Значит, если выпадает, вот у нас, например, в прошлом году выпал дождь в конце августа. Были люди, которые на авось посеяли под дождь. Ну да, они получили всходы. Вроде бы как им повезло. Но это опять авось. После дождя, по мере созревания почвы, для зерновой съелки сплошного типа есть всего лишь два дня. Вот главный принцип, надо заделывать рабство, влажный горизонт, чтобы еще над семенами было пару сантиметров влажной почвы, чтобы не было выветривания и получить всходы. У пропашной съелки после дождя где-то 4-5 дней есть времени для получения всходов. Мы, например, в прошлом году на площади где-то 1 треть применили бороздковый посев рабства. Ну, это, кажется, новая тема, хотя она уже у нас, как говорится, в мозгах давно была. В чем она заключается? На пропашных съелках на большинстве есть камни от водителей. Мы, во-первых, перед посевом сделали предпосевную культивацию на глубину 5-6 сантиметров. Опять же, я извиняюсь, возвращаюсь назад. Почему мы пошли на этот посев? Когда почва через 4-5 дней уже высохла на глубину 5 сантиметров, то есть получить всходы уже стало проблематично. И мы применили вот этот способ бороздкового посева. То есть сделали предпосевную культивацию на глубину 5 сантиметров, вспушили поле. И потом при работе этой пропашной селки отрегулировали вот этим камнеотводом раздвигание почвы в междуряде сухой. И получается, что мы опять достали до влажного посевного ложа, мы опять положили семена, еще у нас была крыша сверху 2 сантиметра своей почвы. И даже если бы не выпал дождь, в любом случае, там 50% полевую схожесть, мы уже на этих полях тоже получили. Ну повезло, выпал дождь. Но этот бороздковый посев имеет еще преимущество для перезимовки. Что происходит? Семена всходят в бороздки, в затяжки. То есть выдувание, высушивание меньше. При вот этих вот морозах, там микроклимат более теплый. Пожневные остатки туда сцепаются. То есть получается заглубление корневой шейки и уже от вымерзания защищены посевы. То есть это очень интересный способ для вот таких вот жестких условий, когда риск получения всходу. Осенние обработки у нас сводятся к тому, чтобы вот именно обеспечить вот это вот правило трех восьмерок. Чтобы рапс не перерос и развился в нормальном состоянии. На моих глазах у соседей я наблюдал посевы рапса, которые были посеяны до дождя, но состояние, ну я думаю, они там перерастут, у нас было по полметра ботва, а у них, я думаю, она уже в колено. А я когда заехал на это поле, розетка с кулачок, аватарки. Что случилось? Ну это просто там не было на этом поле азота. Вот эти синюшные посевы, это недостаток азота. То есть очень требовательный рапс к азотному питанию в осенний период. Потому что мы сеймем посевнее, идет мобилизация азота, поэтому надо и с соломой работать, и не забывать про внесение азота для осеннего развития. Если рапс вдруг перерастает, ну конечно применять ретарданты, или на основе тибуканазола, или вот карамба хорошо работает, хотя сейчас она в дефиците стала, можно смесить с ритоцилом. Пол-литра ритоцила, плюс, например, килограмм тибуканазола, решает вопросы при тормаживании рапса, чтобы он не перерос. По мышам я уже сказал, то есть рапс – это самая капризная культура к мышевидным грызунам. Здесь надо превентивно работать, заранее, не допускать вообще появления мышевидных грызунов на поле. И плюс вот этот вот способ внесения сальмонеллы опрыскивателем, навстречу людям. То есть тысячу гектар обработать – это все равно надо две недели, пока люди пройдут. Пока две недели до последних полей срока сева дойдет наше звено по протравке, там уже будут выбиты кулиги. Весенние, но зимние подкормки. В последнее время рекомендуют применять сульфат аммония в февральские, январские вот эти вот дни. Сера очень важна для рапса, для получения хорошего урожая. Плюс этот аммиачный азот, он пролонгированно действует, и как раз когда у рапса будет большое потребление азота, а рапс очень много потребляет его, как раз к этому моменту азот становится усваиваемым. Весенние обработки по рапсу сводятся к борьбе с вредителями, а, ну еще я извиняюсь, по сорнякам. В последние годы мы все-таки применяем гербициды на рапсе с осени, потому что все вот эти вот проблемные сорняки, типа дискуриния, подмаринникова, они все сходят вместе с рапсом, и поэтому при работе по падалице, когда мы, например, вторую обработку по падалице делаем, мы применяем гербициды. В последнее время мы составили двухкомпонентную обработку, то есть аналог сальсы и аналог галеры. Два гербициды дженерики, они по цене как один оригинальный, и по цене получается недорого, и весной уже обработки не приходится проводить. 20 грамм, это имеется сульфурод метила, плюс там 300 грамм галеры решают все вопросы, по сорнякам на рапсе на весь вегетационный период, поэтому весной эта обработка уже у нас на хороших плодных посевах не применяется. Важно на рапсе работать по болезням, до фазы сапога, это когда рапс не выше сапога, надо обязательно работать с фомозом, ну это типа каназолы или карамбы, типа препараты. И склеротиниоз на рапсе тоже очень проблема большую вызывает. Вы знаете, что склеротиния через кутикулу рапса проникнуть не может, гриб прорасти, но она прорастает легко через лепестки во время цветения. И когда идет осыпание лепестков, лепестки падают в пазуху листа, и вот тут тебе уже не со споры, а с гриба идет прорастание в рапс, и потом от этого места верхняя часть рапса отсыхает, ускоренно созревается. Поэтому эта обработка проводится в фазу начала цветения, и она очень важна. Препараты там разные, конечно, уже тибуканазолы применять нельзя, но по склеротинии работать надо. Хороший результат дает применение клея. Вопрос только по чем работать. Дроны отказываются, залипает у них все там авиация, но под вопросом. Конечно, мы работаем с лирисными опрыскателями по стациональной технологической клее, которая уже протоптана. Литр на вектар или органический клея, или синтетический, дают очень хороший результат, и возможность выбирать рапс не только ночью, и в узкий период, а спокойно молотить его круглые сутки. Стручок сгибается, но не трескается. Это дает уменьшение потерь. Самое главное, как это все внести. У меня вкратце все, если будут какие-то вопросы. Скажите, пожалуйста, вы какую норму сеете? Какой межурядер пропашная селка? Стандартная норма полмиллиона, но для пропашной селки при высокой полевой схожести это уже даже много. 350 тысяч бывает и достаточно. 18 штук, 17-18 штук, это полмиллиона на полмиллиона, на междурядер 45, нет, 70 на рапс нерассматриваемый, 7 междурядер 45 сантиметров, 100 ячеек полтора миллиметровых на высевающем диске. Ну, вот это стандартная наша настойка. Очень близко получается, они же сразу конкурируют, тянутся вверх. Поэтому я же говорю, что для пропашного варианта 350 тысяч при высокой полевой схожести достаточно. Мы делали срезы этих корневых ножек практически меньше полумиллиметра, даже вот в таких вот приближенных расположениях растений не было. Ну, кто-то выпадет, кто-то останется. Бывали случаи, когда одно растение рапса на метре занимало все пространство, ветвилось, как говорится, сформировало урожай. У них уже... А граменициды против двудольных сорняков с гербицидами мешаете? Значит, у нас обработка инсектицидная проходит во время второй волны борьбы с падалицей. Вот мы первый раз работаем граменицидами, это при... Ну, наверное, первая-вторая пара настоящих листов у рапса. И три пары уже настоящих листьев работаем второй раз. А обязательно борьба против падалицей проводится. И во вторую обработку надо обязательно работать по хлопковой совке, потому что вредоносность ее вот на рапсе в этот период очень значительна. Лучше амплиго пока ничего нет, но, как говорится, хлорперифоз решает. Ну да, и подрезающие совки, и листогрызущие совки, и капустянки в этот период, они все слаждаются на пассив, поэтому и иницицид вот именно в две-три пары настоящих листьев. А вы подрезающие чем работаете? Лучше амплиго пока ничего не было. 200 грамм на гектаре решает все вопросы. А вам в земле, а там я знаю, что как бы отлияние работает? Ну, дело в том, что она подгрызает на уровне корневой шейки, и когда в рапс в фазе небольшой, то там препарат попадает. И тем более подрезающая совка она выбивает, ну, может быть, там, ну, два-три, ну, пять процентов. А в основном есть нагрызающие совки, которые дыряют листья, как говорится, мы их снимаем и в начальном возрасте. А с моли, борьба, алгоритм какой у вас? Ну, это все мы решаем комплексная амплига, когда мы применяем вот это один раз амплига, и уже вопросы потом по вредителям осенью. Как вы работаете с против капустной? Весной капустной моря у нас не наблюдалось, у нас весной типа эйфории препарат работает по бутонизации, это мы работаем по скрипнохоботникам, по цветоидам и решаем все вопросы, моль не появлялась. У нас 6 регенераций капустной мори, у вас не одной? У нас, не, она у нас была в основном на седератах, летом полно было и осеннее, и осеннее. Весной она не появлялась у нас. Наверное, не в дожде, у нас было последние годы много. и когда скрючок крапс выгоняет, его полно, обычно в это время проблемы. Ну, а клига, понятно, а до, после? Ну, решали вопрос, вот именно типа эйфории препараты. Эйфория не берет. В начальных фазах, в первом, втором возрасте решает вопросы хорошо. А вообще, только баночку берет и все, червяка не берет. Ну, значит, мы снимали бабочку. Есть еще вопрос, Олег Юрьевич, про фосфорное удобрение ничего не сказали. Про почвенные? Фосфорные. А, про фосфорные. Вы меняете, нет? Значит, на рапсе мы применяем ЖКУ в дозе, например, 100 кг на гектар. Обязательно вносим калий для перезимовки, для лучшей 100 кг на гектар. И азот, который... А? ЖКУ под сходом? Нет, нет, нет. Это основное внесение. Вот у нас, Артем Владимирович говорил, у нас агрегат на дисках одновременно идет и дискование, и внесение удобрения. И сзади подцепленная бочка. 100 кг ЖКУ, 100 кг КАСТа это у нас осенние нормы внесения под рапсы. А весной у нас сульфата аммония 100 кг в феврале и где-то 2,5 центнера КАСТа в весеннюю подкормку. Это вот март месяц. Мы работаем только по колее, потому что рапсы не выдерживает проезда техники по полю. Любое колесо его мочарит и потом идет отставание в росте. Селитру мы не даем. Мы на пшенице и у нас везде только будет в этом году КАСТ. И на рапсе в прошлом году по одной колее тем более у нас колея она стационарная по GPS она передается из года в год. Там уже другая совсем структура почвы она более уплотненная не так проваливается и как говорится опрыскивать люди уже работают только в одном месте на поле. Ну вот получается сейчас скажу 4 3,5 центра КАСТ. 3,5 центра КАСТ. Да. Олег Юрьевич спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok